Хэй-хэй! Здорово, народ! Какие дела? С вами Серёга Хэлле, вы смотрите канал Хэлплей, надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение вы не ждали, а мы снова с вами отправляемся в мир под названием Синслайерс, для того, чтобы победить второй грех-лень. Лень у нас впереди, многие находятся под этим грехом, чё уж таить-то я тоже, поэтому, наконец-то, мы сегодня расправимся с этим ужасом, и всё, и всё у нас наладится. Надо не забывать ещё смотреть на поле боя, вот, обыскивать его. Ну да ладно, давайте, про чаёха и понеслась. Поехали, кладбище уныния. Лень, в путь! В путь и на лень! Интересно, большая ли тут карта, наверное, будет большая. И сразу бой! Вперёд! И сразу... Сразу бой! Так, давайте, пацана, который любит постанить, отлично, мы его ваншотаем. Видите, он, несмотря на то, что постоянно делает стана, мы его легко ваншотаем. Он такой слабенький паренёк. Видимо, специально так сделано. Чтобы был какой-то, так скажем, балансье. Вот этот, правда, чувак жирный. И надеюсь, нам попадётся побольше свинов разнообразных. Да, это будет хорошо. Потому что мы с вами тогда приблизимся к выполнению одного из квестов, который я, безусловно, не хочу идти отдельно выфармливать. Уклонение. Ну, это что такое? Всё. Потрясающая победа. Мы с вами потихонечку прокачиваемся. Так, ключи сюда. И что ещё? Да, и вот это, конечно, сюда. Так, идём дальше. Блять, опять бой. Я что ж ты можешь делать? Я не знаю, стоит ли нам стакать грех, потому что насчёт греха непонятно, знаете что? Непонятно ли, улучшает ли он именно количество упадаемых предметов, именно предметов, лута, да? Вот мы с вами иногда поубивали какие-то крутые штуки. Но непонятно, выше грех, выше шанс дропа какой-нибудь пушки? Или это просто вот так? Как повезёт? Вот это вот непонятно. Ну ладно, я думаю, грех мы можем и постакать. В мешках мы обнаружили весьма полезные предметы. Что ж это замечательно. Обыскать ещё. Небольшую шкатулку. Взломать её. Лечебные зелья, всякая хрень. В атаку. В атаку. Так, этот парень нам вообще не интересен. Так, это тоже выяснилось, да? Давайте вот это вот тогда. Начнём с него. Сразу его вынесем, я думаю. Хотя бы я теперь даже не знаю, стоит ли атаковать его. Давайте не будем. Он всё равно сходит. Фигарим туда. Хотя могли бы его убить, он бы не сходил. Но я к тому, что нам пофигу. Чтобы урона лишний... Оверхит, так сказать, не делать. Мы с вами лучше... Лучше займёмся тем, что... Урон вольём в другого персонажа. Чтобы было попроще, быстрее добить. ХП мы всё равно с вами не потеряем. Давай, дебафай нас, парень. Нам всё равно на твои дебафы. Абсолютно. Жалко, здесь нельзя поставить супер ускоренный режим. Потому что иногда драки с одними и теми же ребятками, они... А! Скорость перемещения в бою. Во! Можно сделать Х4. Это, кстати, супер. Это просто супер, потому что бульдина будет происходить быстрее. Мы с вами и так всё видели, да? Хотя... Я вот не пойму, она быстрее стала, блядь, или нет? Надеюсь, что да, блядь. Потому что я чё-то ничего не понял. Бля, уклонение. Пиздец. Надеюсь, что да. Вроде как. Блядь, я бы сделал ещё быстрее, честно. Если б можно было. Ну, вроде да, вроде побыстрее. Хорошо. Хорошо, хотя бы так. Не сказать, что просто супер быстро, но вроде бы всё как-то делается пободрее. А то уж слишком долго тут анимации. Фигеть, кто играет на Х1. Что ещё пиздец? Маньяки просто. Маньяки и задроты, которые любят наблюдать за одной и той же анимацией до бесконечности. Конечно, осмотреть. Поебать на грех. Ключ, свиток. Я всё просто в надежде урвать, знаете ли, что-нибудь такое вкусненькое для нас с вами. Осмотреть. Ничего вообще не получили. Зато получили бой. Вот что мы с вами получили. Бой получили. Надеюсь, это мы сейчас просто вынесем без помехи. Эта ебучая лучница. Рот её ебал. Я хотел сказать, что она не промажет, а эта сучара тупорылая. Она, блядь, просто встану шла. Ничего не поделать. Но ничего не поделать. Получай лопатой по еблищу. На, на, допиздите эту шалаву тупую. Нихуя она не умеет. Реально, вот держим её только для босса. Вот на боссах она, конечно, хорошо реализуется. С этой комбинацией, которую мы ей прописали в билде, да? Но там прям урон вообще жёсткий. Это прям норм. Это прям норм. А, так, конечно, такое себе. Готово. Всякие ресурсы, которые нам нужны для крафта. Нет, оставить портал. Оставить портал в покое. Отдохнуть? Да нет. Ничего. Открыть. Набор и ключ. Замечательно. Ключ ставим сюда. Набор сюда. Так. Не будем здесь применять скилл обнаружения. Осмотреть, конечно. Заложенную ловушку. Лучший лут, который можно было только получить. Заложенная ловушка, конечно же. Так. Извленить. Заложенную ловушку. Здесь за нём. В атаку. В атаку, друзья. Уклонение. Вот это жёстко было. Неудивительно, я даже сказал. Невероятно. Бьём. О, это было хорошо. Добьёшь? Молодец. Хоть где-то пригодилось. Броня у нас замечательная. Нас не пробивают толком за файты. Абсолютно. Чувствуем себя просто легко и непринуждённо. Непринуждённо. Легко и непринуждённо. Так, ничего полезного. Всякие там вещички. Понятно, ещё один бой. Вперёд. Вперёд на ещё один бой. Так, вот этого парика мне нужно убить. Бля, ну конечно. Конечно, твою мать, ты мудилы ебаные ходишь. Раньше всех уёбок. Шёл в жопу. Так, давайте. Поможем лучнице. Она любит нас промахиваться. Но не сейчас. Сейчас прямо в пах засадил. Влево яичко ему. Классно. Опять куча фигни. Мы можем с вами крафтить поушины вполне. Потому что я посмотрел, там ресурсы-то не требуются. Которые вот на поушину требуются. Они не требуются там для остального крафта. Вот. Правда, вот здесь есть ещё что-то. Противоядие. Ладно, пока не будем. У нас вроде поушиного достаточно. Опять свин. Это хорошо. Но если мы, конечно, так будем редко их находить, это будет вообще не то. Сразу он засамонил. И ничего с этим не сделать. Приходится терпеть. Обычная атака. Ну, просто замечательно. Так, у тебя вроде у измиск следу, да, есть? А, нет. Это у другого. Угу. Держим. Картофанчик получили. Я бы, конечно, продукты после этих ребят не ел бы, но в таком суровом мире, знаете ли, не до выбора там. Есть, не есть. Да, что дают, то и будешь жрать. Даже если держал какой-то огромный свин. Непонятно его происхождение. Открыть. Большое зелье, кстати говоря, получили. Молиться алтарь. Или прикоснуться. Молиться я не знаю. Я вот, я просто, я не знаю. Здесь у нас, типа, крутой босс. И я вот даже не знаю, что надо делать. Давайте оставим алтарь, я перед боссом прикоснусь. Мы вот так вот разделаем. Кожу нам предлагают и куртёчку. Куртёчку нам предлагают, да? А что у нас там по куртёчке-то? Ну, у нас-то тут, в принципе... Нет, в принципе, нам курточка эта не нужна. Благодарю, но это невыгодно ни хрена. Давайте её занём. Осмотреть, конечно. Бустим грех всё-таки. Давайте попробуем с грехом заболеть. Отлично! Ещё один свин, это очень хорошо. До свидания. Это очень хорошо. Просто супер. Не зря нарвались. Уклонение. Здорово, блядь. А мы уже почти половину качнули нашим героям. Уровня. Опа! Бля, он ещё и не один, понимаете? Смотрите, смотрите, как оно. Смотрите, как оно. Минус шесть греху или минус четыре? Нам придётся обыскать. Минус греху получили. Там ничего не было. Пока ничего не трогаем. Потом помолимся обыскать. Свиток получили. Вредить. Насмотреть. Ключи противоядия. Всякую херню, короче, получаем. Ещё один свин, супер! Бля, здесь что-то свиней много. Это хорошо. То, что здесь много свиней, это просто отлично. Всё ближе к выполнению квеста. Давайте даже сейчас проверим, действительно ли он выполняется у нас. Да? Ну, правда, конечно, мы мало убили. Пятерых только. Вообще здесь нифига не обнаружено. Так, здесь босс надо запомнить. Бой. О, здесь два неприятных чувака. Бля, это плохо, что мы его на самом деле ваншотнули. Сейчас то, что он засамонит. Да. Если б, блядь, критануло по нему, было бы отлично. А он ослабленного запускает или как? А, ну... А, нет, он, блядь, полноценного самомонит. Вот оно как. У меня уклонение. Ну, просто супер. Просто супер, блядь. Так, это дебаф нас повесили. Проклятие, не может исполнять ярость. Даже так. До свидания. До свидания. Больно нас лучницу, но пиндюрили. Мы прохилим сейчас за счет обилки. Немного. Что для нас не проблема. Так, оставить портал. Открыть набор и ключ. Ну... Ну, даже не знаю. Нам бы, на самом деле, шмот бы новый уже получить. Нам бы получить новый шмот. Продолжаем качаться. Блядь, чуть-чуть не добили. Чуть-чуть. Найс, уклонился. Бля, хп потеряли. Нихуя себе ударил. Чуть-чуть, видите, броню полностью пробил. Немного хп даже снял. Жесткий парень, однако. Так. Давайте вниз. Опыскать. Ничего не нашли. Очень жаль обезвредить. Бой! Так, надо слышать, что надгробий убиваю... А, ну, блядь, он уходит первый. Какой смысл от этих пачек? Я в ахуе. Если он сразу кастует. Бесполезный кусок дерьма, блядь. Уклонение еще. Я в ахуе. Я просто суку в ахуе. Давай еще промахнись. Нет? А че так? Шесть хп, блядь, оставили ему. Твою налево. Твою налево. Твою налево. Понятно, проклятие нам. Найс, уклонение. Нам все равно, правда, проклятие. Твою налево. Готово. Еще ку... О, отлично. Достали с вами упаковочку вещей от ловушек. Ловушек. Надо взять ключей этих, блядь, и прочего. Просто дохуе. Ничего больше не падает. Очень скудно. Очень расстраивает. Две рыбки получили. Боже, не знаю, делаю ли я сейчас ошибку, что стакаю грех перед тем, как я буду драться с, ну, типа, боссом реальным. Это, конечно, большой вопрос. Насколько я делаю сейчас правильные вещи. Обыскать. Обыскать. Понятно. Мимик. Окей. Больно, кстати говоря, ударил-то, да? Ну, он скиллом ударил каким-то. Он ударил каким-то скиллом. Необычным ударом. А, или это обычный удар у него такой. Что-то я внимания не обращал до этого. Готово. Что получили? Опа! Блядь. Мы получили ту же самую книгу, которую у нас сейчас есть. Блин, как же здесь с лутом скудно. Это очень расстраивает в игре. Я не к тому, что он не падает, а я думаю, что, знаете, он не падает вообще. Блядь, только два чувака, которые станут. Потому что его мало. Просто в игре мало. Это полный, блядь, бред. Такое ощущение, что реально просто здесь нет этого лута. Буквально там раз-два я общался, и все. И основной то падает с этого. С боссов. Потому что по крафту там хуйня одна. Окей. Обыскать. Небольшая шкатунка. В которой хуйня полная. Бой. Так, ну этого паренька мы сейчас быстро отпиндюрим. Все. За один ход. Даже... Да, да, за один ход. Одного персонажа. Бой. Блин, здесь очень неприятно. Здесь станчик и надгробие. А, ну мы надгробие можем убить успеть. Ну-ка сейчас, если мы его шокнем, а мы его не шокнем, блядь. Жаль. Надгробие-то убираем. Блядь. Просто вообще никого не убили. Да ёптую мать, серьёзно. Надгробие уворачивается. Блядь. Ну и хуйня происходит. Ёптую мать. Ну и кусок говна, ребята, происходит. Я просто в шоке. 75 процентов. Лучше немало. Так, а у него что, устойчивость? Нет, у него устойчивости нет. Эх. Так, получили опять... Ну вот то же самое. Мы получили то же самое ожерелье, блядь. Вообще здесь лут есть какой-нибудь? Ещё. Это очень странно. Это расстраивает в этой игре. Так, а потом. Ну и я так понимаю, вот мы с вами настакали, да, почти максимум. Это влияет только на добываемые ресурсы. То есть мы что сделаем? Мы перед тем, как пойти на босса, мы с вами, во-первых, разъебём, наверное, ну, насколько это возможно. Грех уменьшим, да, у нас? Перед боссом. Потому что смысла убивать босса на высокой греховности нет. Он ничего тебе особого не дропает. Вот мы пробовали с первым боссом так, да, ничего вообще не получилось. Со вторым боссом вот мы пришли, когда вот перед этим, вот здесь, на максимальный грехом, да, ну, как бы с него упал предмет, который бы и так, блядь, я уверен, упал. То есть это коса их оружия, вот с них падает, их инвентарь. То есть как бы на этом всё. То есть какой смысл стакать, кроме добычи ресурсов, никакого. То есть поэтому мы просто убиваем всё это дело и... И да. То есть добываем ресурсов, грубо говоря, фармим таким образом, вот кучу вот этого всего, да, под максимальный. А потом вот, насколько это возможно, через все эти алтари, которые у нас валяются, мы это всё дело убираем. Понятно, блядь, просто ловушки подряд. Конечно, мимик. Вот с мимиками тоже ситуация парашная. Как бы вам выпадает мимик, но при этом дроп с него, то есть, ну, в чём как бы упустил? В том, что вот там мимик, допустим, да, но никакого бонуса от этого нет. Что, конечно же, печалит. Как правило, в других играх, если ты нарываешься на сундук мимик, тебя это поощряют. Не во всех, но в большинстве. То есть по-особенному. У них такой особенный, да, есть дроп. Так скажем. Здесь, может быть, тоже есть, нам просто не везёт на его выпадение, да. Ну, вот как бы, как-то что-то такое нам падает, да. Ничего интересного. Действительно. Действительно, что может быть интересного ещё? Так, сюда, сюда. Пойдём дальше исследовать, что нам ещё делать-то. Так, сейчас, ну, надгробие первое ходит. Блять, то есть, окай. И странно, конечно, что этот чувак станет 100%. Это просто жесть. Это как бы не мешает, в плане того, что, ну, сложности не прибавляет. Но, например, хотя, если они там вот такие чуваки будут с боссом рядом, это пиздец. Но хорошо, что финальный босс, он с этими, с призраками рядом. Хотя бы Станберг не перекладывал. То есть, если чувак встанет, то хотя бы не стакал у него ещё раз 100%. Это как-то странно. До свидания. Так, хилимся. Чекаем. Оставим. Бой. В бой. А ещё, конечно, маловато, как мне кажется, монстров. Очень часто повторяются они, что не очень радует. Конечно, новая локация принесла свои плоды. Но всё равно. Отлично. Ещё один ключик получили. У нас всех ключей. Абсолютно ничего интересного. Кости и пыль только. Никаких новых шмоток. Это ж как нам повезло. О, так, оставляем. Это ж как нам повезло, что мы лук охотника получили. Что мы с вами получили такие шмотки в самом начале. Ну вот лук охотника у нас, который хуже, чем лук, который вот этот. Ну, я не знаю. Я не знаю, правда, с лутом, что вообще бесполезная хуйня абсолютно. Просто ничего. Ничего. Тогда будем крафтить. Я думал, что мы выбьем что-то. А теперь понимаю, чем здесь обусловлен крафт. Тем, что здесь нет больше шмоток, понимаете. Тем и обусловлен крафт. Вот в чём суть. Вот зачем вам крафтить. Если вы хотите хоть что-то. Вам нужно крафтить. Лаги. 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 Ох, ну мы, конечно, набрали всякого. Ничего тоже опять. Ведь вроде бы и события разные есть. А опять же, а толку, блять, от них? Непонятно. Вроде. Фантом 1. Вот бегаешь на максимальном уровне сложности, да, вроде бы? Ну, греховности вот этой вот. И тоже, как бы, приколов особых и нет. Ресурсы, бомб, ну всё. Охерасп... Опа! Наныли, как говорится. Хорошо. Что-то упало интересное, вроде бы. Хотя, по статам не супер, но... Здесь чё у нас? Это же сюда, да? А! Да ладно, блять, это не сюда, это не посох. Это копьё, ёпту юма. А, ну тогда ебать вообще, чё-то с говно. Бесполезная хуйня опять. Опять ничего. А, да, что-то, что-то получили. Окей. Всякое, всякую хуйню получили мы опять. Игра, игра. Где же лут? Мне кажется, в таких играх, знаете, должно быть много лута. Честно скажу. Ну, у меня, по крайней мере, такое видение. Я, может быть, конечно, не прав, но... Такие игры, они прекрасны ещё. Обилием всевозможного лута там, да, и... Прочие фиги-фиговины. Ну, ладно, придётся крафтить тогда. Сейчас пойдём посмотрим, чего можем скрафтить. Правда, надо кузнеца грядануть. А то там особо не покрафтишься. Найс, уклонение, конечно, блядь. Чё с надгробием? Мать жива. Так, у него вроде уязвимость, да, есть? Окей, супер-купер скилл. Давайте, бейте нас, бейте нам. Честно говоря, всё равно. Очередная лёгкая для нас победа. Так. Хорошо, здесь хотя бы пигман-воин. Уклонение, конечно. Так, а у него нет уязвимости к свету, да? Это у него уязвимость, да. У этого чувака. Так. Нормально, свет его должен добить будет. А, ни хрена. Интересно. Нормасик. Так, опять ключи, всякие ресурсы. Ну и всё, вот исследована вся карта. Теперь мы что делаем? Мы силимся и мы гуляем по алтарям. Убираем грех. Насколько это возможно убрать. Хотя бы на одну единицу, да? Жалко, что алтари на карте никак не... А, хотя они показываются вроде бы, да, зелёненькие. Так, нет, это не то. Да, но они показываются. Они показываются. Кстати, а вдруг можно эти локации обследовать? Как думаете? Типа нахождение секретов. Прикольно было бы, да, если бы они так сделали? А ещё я опять, знаете, что сделать забыл? Я забыл... Я забыл исследовать локации, когда мы сражаемся. Я постоянно забываю. Представляете, почему? Потому что они бесполезные. То есть мы ещё один уровень понизили, что ли, да? То есть ещё пятый уровень. Ну там ещё есть. Окей. Немного ослабили, да? Что ж, вперёд драться с этим чуваком. А, кстати, вот ритуальная чаша. Тем временем найдена нами. Драться на четвёртом уровне грехопадения. Вперёд! Давайте. Так. Надо избавиться, конечно, от теней сразу. Иначе они будут нас вот так поддедашивать. А, не может быть целью этот персонаж. Прикиньте, как он сделан. Интересно. Вот так оно работает, да? Раз. Он, типа, сначала, видите, наблюдает такое. Сидит, чирит. Блядь, уклонение. Ну вы серьёзно? Ебать, а вот это вообще не очень хорошая штука. Что, она не может исполнять ярость? Да ёб твою мать. Ну, алё, не серьёзно. Нет цели, да? Отлично. Он встал, наконец-таки. С бутылки. 37. Так, у него уязвимости вообще нет никаких. Ебать. Это, наверное, неприятная хуйня. Вот тут-то мы можем и подсвиться, честно говоря. Ебать. Неплохо. Неплохо, чувак, неплохо. Вообще неплохо. Нормас, нормас. Ебашешь, бро. Блядь, уклонение. Серьёзно, нахуй. Я в шоке. Пиздец. И может быть, двумя способами. Первое воскрешение успе... Понятно. Или звезда феникса. Так, ну, в общем-то, время использовать предмет. Не, ну, конечно, 14 хп поднимается, что, мягко говоря, я в ахуе. Блядь, до какого хуя ты, сука? Блядь, заебал таргетить её. Кусок хуйни. Блядь, это ты, сучара, рофли что ли? Уёбок тупорылый. Твою мать. Нет, это какая-то хуйня, блядь. Только не говорите, что у этого босса, блядь, тактика такая. Ой, блядь, иди нахуй, короче, а. Это, кстати, непонятный дерьмо. Он реально добивает, что ли? Просто забейте. Надеюсь, я не говорю, она опыт получит. Да мне поебать. Или не поебать, на самом деле. Давай первым резнем. Просто даже подхилиться нет возможности. То есть, кинуть только на неё что-то, да? Ага. Ты, то есть, теперь решил на этого? Окей. Как скажешь, братан. Живём. Не, ну мы её, конечно, убьём. Понятно. Победа. Да, получил опыт всё равно. И мы корону вытащили. 24 брони, 8 максимального здоровья. Большой камень знаний ещё. Взгляд Синлорда потух. И в тот же миг все ощутили, как отступили холод и смерть. Мертвецы, которых призвал лично Синлорд, упокоились навсегда. Ага, ну что ж, здорово. Наконец-то, хоть кто-то победил проклятого Синлорда Лень. Что с тобой произошло? Когда-то давно я уже пытался убить этого Синлорда, но безуспешно. Он заморозил меня своими чарами, и я провёл долгие годы под толщей льда, и всё это время я молил о том, чтобы кто-нибудь меня спас. Ну что ж, теперь ты свободен, присоединишься к нашей команде? Конечно, теперь, когда я вырвался из ледяного плена, я снова готов бороться со злом. Паладин. А вот паладин, кстати говоря, интересно. Рыцарь, преданный Господу, вооружившись молотом и священной книгой, паладин путешествовал из края в край, истребляя встречную нечисть. Но его веру затмевала греховная страсть чревоугодия. Оно и погубило его. Жадно поедая сытный ужин, он не заметил нападения одержимых. Так, а давайте возьмём его. Лень. Второй Синлорд Лень никогда не покидает своего трона, но этот не значит, что его легко удалить. Обычно он равнодушен ко всему, но если нарушить его покой... А, ну мы это читали. Так, убить Синлорда Лень, да... Так. На, корона на него, кстати говоря. 20 броней, 6 уклонений, 1 скорость. Так, да, можно взять. Так, давайте заменим персонажа, наверное. Снимем с него всё. Так, менять я буду его, как вы понимаете. Так, где менять? А, менять вот здесь. Вот так. Потом мы поменяем положение его. Так. А, хорошо. Что он умеет? Наносит 18 физического урона по цели. Просто. Это удар. Ненависть к мёртвому у него. Пассивка сразу. Если атакуемый принадлежит карасине, то все атаки носят критический урон. В начале своего хода восстанавливает 7 союзников, 5 здоровья. Лол. Так, а вот эти неизвестны. Ну-ка. А, читает Священное Писание, увеличивает себе или союзнику 15 пациентов из-за урона 2 хода. Читает несколько строк магического заклинания, добавляет себе или союзнику на 2 хода. Блять, ну он типа бафает. Я просто вот не знаю, насколько он, понимаете, хороший будет. Можем ли его вообще одеть? А, ему книга, кстати говоря, нужна, а не корона. Да, он с короной не ходит. Можем отдать ему эту, конечно. Да, но он ходит с книгой. Блять, ну хуй знает насчет паладина, честно говоря. Давайте глянем, что у него тут. А, мы не можем пока. Предыдущую группу надо... Может быть, просто там что-то охуенное. Давайте попробуем. Не знаю. Так. Наносит 51 единицу урона, 100 патрой мощи святого по цели. Также поразив нежу, накладывает на себя эффект плюс 35 физ урона. 51. Урон по цели также в случае убийства нежи увеличивает себя на 67. А, подождите, что, не требует... Не требует этого что-то? А, требует ярости. А здесь... Дарует себе... Себя всего богу. За что тот исп... Исп... Ниспосылает... Ниспосылает паладину эффект отражения на два хода. Наносит со всей силы 62 святого урона, а также накладывает на врага эффект оглушения на два хода. Ммм... Ну, так-то, на самом деле, с оглушением, вот, валить с инлордов, да? Очень удобно. Давайте. Давайте попробуем. Давайте сделаем так. Так, здесь через физ урон будем играть, здесь через хил. Так, сделаем. Так, а еще можно, знаете, что посмотреть? Еще можно посмотреть... А, да, здесь он в центре. Еще можно посмотреть таким образом этого... Защитника. Двадцать урона он наносит на четыре физического урона по всем целям. Увеличивает на один ход себе. Хуйня. Провокация на один ход дает. Наносит четыре физического урона, а также накладывает оглушение на один ход. Ну, хуй знает. Нет. Не очень мне нравится. Давайте заменим. На палагину все-таки. Так, а где? А где? Ага, вот. Все, он посередине, все нормально. Но хорошо, продон первого уровня. За счет камня не будем получать, да? Так, второй разрушился кристалл. Следующий у нас зависть. И он у нас находится как раз в месте, где надо достать наковальню. Вот здесь. Но! Стоп! А, да, мы не можем пока. А, стоп. Мы не можем пока. Давай сначала оградим кузнеца, потому что вы не думаете о крафте. Пойдемте сюда. Чумной алхимик у нас будет впереди. Увеличивает грех на 14, если персонаж создает предмет через ремесло. Ммм. Кстати говоря, тогда знаете что? Сделаю-ка я вот так. Думаю, этого будет достаточно, да, нам? А, стоп, надо отдать этот, точняк. Чуть не забыл. Ритуальные предметы. Теперь я могу провести обряд. Ритуальная чаша у вас? Да, теперь церкви ничего не угрожает. Темные силы не отступят навечно. На время я смогу их задержать. Я приведу обряд очищения, как только вы покинете церковь. Плюс опыт. Что просто замечательно. Уходим отсюда. Заходим обратно. Так, все. Так. Новое зелье. Вот оно, эликсир. А так же дает 50% ярости. Ебать. Вот эту штуку давайте накрафтим. Вот это годнота. Это годнота. Так, здорово, 13 брони. А тут нас... Так, нет. Это нам не нужно. Что-то еще нам дали? Ничего. Ничего. Ничего не дали. Хорошо, ладно, пойдемте. Вперед! Так, надеюсь, здесь будут свиньи. Давайте сразу осмотрим. Магическая книга сразу. Та же самая, абсолютно. Просто то же самое. Бля, это прям так и расстраивает. Они бы хотя бы и добавили какие-нибудь рандомные модификаторы, которые перкали на них. Знаете? Ну, типичные системы, там, из Диабла или еще откуда-то. А старый шлем получили, кстати. Так, а тут он что умеет делать? Наносит средний урон на мой из врагов. Перед битвой. Можно применять, кстати. Потому что что это такое? 1-1 брони, блядь. Ну, такое. Давайте откроем. Оставляем алтарь пока. Оставляем. Христианин. А, вот где это можно применять. Давайте проверим просто. А, одному на рандомно. Вот так это работает. Хорошо, но в принципе прикольно. Парень, конечно, брони у него не так много, как у того нашего, этого. Но то, что он может хилить, это вообще отлично. До свидания. Он должен быстро накачнуться. Хотя хз. Так, чучело. Новый противник. Новый. Давайте проверим он на лук. Ясно. Под лук у него... А, у него вообще нет никаких этих... Ну, вы видите, да? Сибирь и Союз. На самом деле вообще нет смысла юзать. Особо. Добиваем его. Ого! Массовая атака. Понятно, кто здесь самый главный уёбок. Будем иметь в виду. Так. Святого урона цели. Также поразив неж. Накладно себя неж. Но здесь нет нежи. Можно застань. Давайте проверим. У нас такой билдец против боссов. Я надеюсь, на боссов же будет работать стан. Потому что если нет... Если нет, это проблема. Мистическая пыль. Так, давайте сразу в него. Чтобы он массово не кастовал у нас. Он, кстати, блять, до хуя бьёт. Да, у него хороший урон. Это при том, что он первоуровнища. В первоуровнища. Опа! Действий из урона. Ну, бесполезная хуйня для нас. В атаку на грибы. Лучше бы свиней нам сюда привалили, чем грибов. Бля, просто... А, у него слабость? А, ну да, у него к физике слабость. К милишной. Ему, конечно, бы нашему паладину брони побольше. И было вообще нельзя. Оставляем. Я вообще даже не знаю, есть ли нам смысл зачищать всё. Может, смысл есть только в том, что найти босса, а зачищать всю локацию только тогда, когда нам это нужно, чтобы ресурсы подфармить и так далее. Потому что, ну, как видите... Вот мы ходим, вроде пытаемся лут найти какой-то, да? Но... Но толку, увы, никакого. Ага, у него защита от лука. Ясно. Проверим от святости. Святость ему просто норм. Больно ударил. Ого, у него защита и от мили. Бля, вот это жёстко. Это, кстати, жёстко. 250 монстров в бою. Мы, кстати говоря, квест-то выполнили. Так, Эбестиарий потом почитаем. Так, это мы сделали. Знаете, что мне интересно? А сколько нам до конца квеста осталось, чтобы разблокировать ту бабу с мечами? Она выглядит очень жёсткой. Я бы, на самом деле, её бы взял, наверное, даже. Звучало эротично, конечно, но... Так. Квест здесь. Доказательство силы. 179 из 200. Ну, вот разве что, пока ради этого стоит защищать локацию. Звезда Феникса. Это хорошо. Звезда Феникса нам нужна. Мы её потратили тогда? Бой. Так. Это сюда. Это сюда. Ну, нормально держимся. Несмотря на то, что у него брони немного. Вообще норм. Хорошо, что у него удар сильный. Ключик, противоядие. Противоядие нам вообще пока мы ни разу не юзали. Так, кольцо. Ну, опять говно, а не кольцо. Ну, нахуя вот нам здесь деньги? Я понять просто не могу тоже. Ну, на что нам их, блядь, тратить? Только если у торговца прям найдём что-нибудь классное. Типа, рисующие звезды, да? Вот, которые воскрешает. То есть там на неё, блядь, все парки угробить. Не знаю, что ещё. Так, ну это у полный иммун, блядь, ко всему. Кроме святости. А, бьёт он не очень сильно. А, здесь защита тоже от лука. Неудачно, конечно, для нас это всё. Это для нас неудачно. Добьёт она его? Блядь, один хп оставила. Там издевательство. Просто издевательство. Кстати говоря, о скиллах и прочей хуйне. Я вот пошёл скиллы ему качать, а у нас вот здесь вот ещё чё не прокачано-то, твою мать. Видали? Вот надо было, блядь, посмотреть мне, я поспешил. Потому что с этой-то бабой мы вообще себя отлично чувствуем, да? Так, ну вот здесь сапожки неплохие. Но опять же, мы никуда их нифигарим. Но у нас такие уже есть. Да. У нас такие уже есть. У торговца разве что кристалл вот можно будет купить, если он прокнет. Понятно, сюда лучше. Почитать. Иногда обитатели Дорины встречают на своём пути странную башню. Она одиноко возвышается над верхушками деревьев. Те немногие, кто ходил к ней и вернулись живыми, рассказывают, что внутри она переполнена монстрами, не пускающими путников на верхние этажи. Говорят также, что добравшись до самой верхней комнаты, счастливчики получат сокровище хозяина башни. Но возможно это всего лишь слухи. Понятно, будет какая-то ещё башня. Интересненькая. Так, хорошо, что против нас посос какой-то. Опять всякая фигня. Оставляем. Хорошо, что я по нему... А, не, подожди, это новенький чувак. Да. Этот парень новый. Ну-ка. Так, ну на лук он реагирует обычно. А против мили у него защита. А против святости у него уклонение. Ха-ха-ха-ха. Давайте добьём его. Знаете, что жалко, что нельзя ярость переносить из боя в бой. Это было просто охуительно. Набить на мобах кучу ярости, а потом ворваться в босса и просто снести ему ебучку. Вот это была бы годнота. Так. Обычная атака, Дэн. Бля, нихуя. Тан-тан почти убили уже. Вообще-то опасно. Блядь, а почему постоянно, сука, его? Неужели, ааа, в зависимости от того, на какой, где они расположены, они атакуют того? Хотя нет, они же, бывает, атаковали и других. Очень странно. Оставляем алтарь пока. Я уж думал, мимик будет. Оставляем алтарь пока. Блядь, сколько же здесь всякого, а? Так, у нас есть обезвреживалка ловушек. Во-первых, нужно вот это сюда положить. Ключ. Нет, обезвреживалки ловушек у нас нет. Надо положить что-нибудь другое. Вот эликсир, например, положить надо. Ага, это босс. Так. Отходим от босса. И идем собирать алтари, которые мы с вами нашли до него. А, стоп. Нам же здесь нужно найти для кузнеца наковальню, да? Так, одинокая башня, да. Нам же уже здесь найти наковальню. Проклятая деревня. А, это деревня замести. Стоп, а проклятые деревни это где? Может быть это... Окей, может быть это ошибочка такая в написании? Давайте все-таки обыщем до конца здесь, так, карту. Хотя, может быть это следующая локация вот среди этих двух. Там, где босс находится. Типа это деревня зависти, а там деревня хуявисти, блядь. А там деревня, как она называется еще раз? Проклятая, да. Давайте тогда до конца. Интересно, можем ли мы использовать его скил, чтобы ударить по боссу. Перед тем, как войти к нему. Обезвредить. Вперед. Немного утомляет на самом деле эти драки бесконечные. К сожалению, они слишком однообразные. Слишком. Да, защита забыл. Ну, а на святую магию он реагирует обученно. Бля, вот эти, конечно, два чувака, которые нам здесь попались, это полный трэш. То есть, как будем с ними справляться, не совсем понятно. Просто затыкивать его будем. Он еще, блядь, уклонился. Говорит, атака. Хорош. Наложим на него эту штуку. Давайте вот так. Чего ярость жалеть, когда она не переходит на следующие бои. Заодно мы скоро должны квест выполнить. Надеюсь, что... Следующая баба, которую мы откроем, она... Она крутая. И жестко демажит. По крайней мере, она выглядит так. Вообще, блядь, очень неудобные монстры нам здесь попались. Просто пиздец. Прямо жопа. То, что у них иммунитет к стрелам и к милишникам, это просто жопа. Нереальная. Пока это самый неприятный юни для нашей пати. Скажем честно. Так, мы на этого стакнули лучше. А этого вот так. Вот это... Вот это пиздец сейчас был. Четыре ярости просто в говно. Вот это пиздец полнейший. За это я, конечно, эту игру ебану не ненавижу. Просто ппц. Хорошо. Мы все равно с ними разобрались, как настоящие мужики, но... Конечно, и здесь бой. По крайней мере, здесь чуваки, которые пробиваются. Ну, кое-как. Пробиваются. Если быть точнее. Партейка, конечно, стала послабее вроде бы. Именно вот для мобов. Но для босса должна быть сильнее. Если я правильно все понял. Так. Да. Повышение парня. Шесть брони у него появилось. Тем временем. Своих родных. А, кстати, камни там мы можем крафтить. Вот эти золотые. Я забыл кузнеца. А еще я хотел посмотреть через квест, сколько нам осталось мобов убить. Чтобы этой бабой обзавестись. Все, до свидания. Все, до свидания. Но, как я уже сказал, это из-за того, что это просто бесполезно. Здесь всякая хуйня падает. Эти ресурсы, которых у нас так дохера. Да еб твою мать, блядь. Что ты будешь делать? Так, сейчас мы его добьем сразу. Если бы критануло, сразу бы убили. Ох, чатик, чатик. Кританули, хорош. Так, давайте посмотрим уже. А, все, мы выполнили. Лол, тогда... Тогда все нахер это дело. Не будет здесь для кузнеца ничего, я так понимаю. Потому что это деревня зависти. Хотя, подожди, деревня зависти. А может быть, локация называется проклятой деревней, блядь. Тогда... Тогда все-таки надо доизучать. Просто боюсь пропустить. Не хочешь сюда ради этого идти второй раз, понимаете? Давайте драться, ладно. Жалко, нельзя. Блядь, вот знаете, какая охуенная штука бы? Автобой. Для каких-то вот конкретно боев. Где, типа, ты 100% выигрываешь, было бы норм. Это бы очень, 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 очень сделало бы игру приятнее. Пипец. Потому что вот эти все битвы, они вообще удовольствия не приносят игрового никакого. Они слишком однообразны, слишком неинтересны. Ты ничего за это не получаешь. Блядь, мимик абсолютно тоже беспонтовый. Конечно, эту игру надо бы доработать по полной программе. Здесь много можно, чего много вести. Очень интересных, каких-нибудь классных вещей. Но почему-то, блядь, она... Не знаю, на чем разработчики застрелить свое внимание во время разработки. А мне кажется, немножко не на тех вещах. Так, сейчас нас выпилят парни скоро. Давайте подлечим его. Ну, фигня, как всегда. С мимикой вообще одно говно падает. Ой, блядь, нам еще изучать просто пиздец в этой локации, я в ахуе. Через силу. Блядь. Блядец. Ну так-то, на самом деле, пиздиться надо, чтобы героев качать. То есть, тоже игнорировать... Игнорировать схватки, это плохая идея. Потому что с непрокачанными персонажами остаться и потом огребать люлей, это... Ну, прям-таки, скажем, хуйня. Нормально нас, конечно, пинать стали уже. Мимо. Ну, мы, правда, с вами еще сейчас на максимальном этом играем, да? На максимальной греховности. А он постоянно что-нибудь массово их вставать будет? Это мне не нравится. Да, он просто постоянно кастует массово. Ясно. Другого он и не знает. Ну и, конечно же, в луте классическая хуйня. Получили пиздюлей от ловушки мы. Нет, у нас больше нечем нам с вами справляться с ней. Найс, горим. Так, давайте-ка еды поедим в кои-то веки. У нас ее столько, что персонажи бессмертные. Так, здесь все исследовали, да? Идем сюда теперь. Видимо, все-таки нет. Проклятые деревни, это проклятые деревни. Звезда феникса, отлично. Так, сюда кладем эликсиры хорошие. Так, давайте опять подрегенимся. Отлично, набор. Антиловушечный. Давайте курицу заменим лучше. Потому что еда, она особо не для того, чтобы регениться в бою. Еда, она чтобы регениться вне боя. Сейчас слишком мало регенит. А поушены, это что будет именно в бою регениться нам. Ударь ее. Спасибо. Нам это было нужно. Все. Расправились. Привели в действие механизм. Который мы обезвредим. Нам цель, глядь, обратить внимание, сколько нам осталось этого уровня. Мы же не зря все это делаем. Дрочим с вами абсолютно неинтересную однообразную хуйню. Ну-ка. Ну вот эти скоро получат. А этот вроде бы прокачался у нас, да? А, нет. Второй уровень. Так медленно качается. Сейчас. Можно накупить, правда, кристаллов и прокачать опыт за счет этих кристаллов. Из желтых. Жареная там курочка. Ну что, все? Окей, пойдемте сбрасывать грех. Хотя бы на единицу. Раз. Два. Отлично. Вот минус одна единица. Прохилимся. Сейчас, если мы там еще найдем. То еще сбросим. Да, вот. Вообще замечательно. Изи для нас. Это уже нам не сбросит. Поэтому мы здесь просто берем баф. И идем под бафом к боссу. Вот такое супер комбо получилось у нас. Фигарили, да? Все нормально ведь? Да. А, здесь нельзя применить его обилку. Твою мать. Бля, хорошо, кстати, там два бандита, а не те чуваки. Помните? Так, ну он бьет больно. Да, блядь. А вообще они будут все очень хуево. Ну, в смысле, больно именно. Бля, уклонение нахуй, лол. Это пиздец, конечно. Такие уклонения я просто въебало не понимаю. Бля, ну это пизда вообще. Уклонение от стана? А, понятно. Короче, боссов застанет нельзя. Блядь, просто не бусиную. А вот, вот это и проблема, блядь. Биздец, мы его еще и не добили. Вот она и проблема. Что его нельзя застанеть, блядь. Ну, я подозревал, что такое может быть. На самом деле. Хуйня тогда полнейшая. Он себя еще захилил. Защита у него от мили. Хуярим на него вот так. Пригинемся. Защита от мили, то есть смысла юзать ярость на это нет. Попробуй сейчас еще раз стана наложить. Ну, вообще, это, блядь, это, конечно, сюрприз такой пиздец. Там паладин минус нахуй просто. Проебали только камни на этого долбоеба. Кто же, блядь, знал? Кто же, блядь, знал? Слабость у него к этому. Давайте проверим еще раз, накладывается ли стан. Нет, стан не накладывается, не уклонение. То есть просто... Просто... Просто жесть. Вот так вот. Получили наковальню, кстати. А вот, оказывается, она с кого падает. Да. И 20 силовечения, 6 бронешляп получили. Соответственно, для нее, да. А, вообще, нет, нихуя. Ни для кого. Из имеющихся. Так, окей. Давайте почитаем бестиарий. Пугало. Низшие демоны вырвались на свободу и усилились в это огородное пугало. Во время боя выпускают стаи ворон во всех противников. Шахтер. Остатки разума заставляют его бесконечно добывать золото в шахтах. Кирка хоть и старая, но помогает отбиваться от тех, кто позарится на его сокровище. Чумной алхимик. Хорошо вооруженный псих сошел с ума в поисках бессмертия. Бросает противников алхимические смеси и бомбы, ранит кинжалом, восстанавливает свое здоровье с зеленью. Так, наковальня давайте. Отыскали? Да, мы нашли наковальню. Держи ее. Как же я рад! Наконец-то есть почему постучать своим молотом. Ты о чем? Теперь я готов работать от рассвета до заката. Что ж, здорово. Так, теперь давайте с этой бабой поговорим. Есть чем похвастаться? Да, мы сражаемся не хуже тебя. Неужели? Я тут подумал, 200 слишком маловато. Наверное, стоит вам еще немного поработать. Что? Ну уж нет, отвечайте на свои слова. Спокойно, уж пошутить уже нельзя. Вы готовы отправиться в путь прямо сейчас? Конечно, нельзя медлить. Зло распространится по миру очень быстро. Тогда в дорогу. А вот и персонаж у нас залетел к нам новый. Сейчас будем ее смотреть. Так, а тут давайте крафтить броню. А это причем... А, ну... А, да еще четвертый уровень будет. Доспех инквизитора. Создать. Теперь идем к инквизитору. Потерянное оборудование. Вы достали необходимый? Да, вот, держи. Выглядят эти предметы превосходно. Размахивает оружием, да и так, что чуть не попадает по сне церкви. Все, я готов ринуться в море. Замечательно. Тем временем наша лучница получила уровень. Так, ну, а мы здесь что? Заняться ремеслом. Малый камень, можно средний камень еще скрафтить. Видите? На что можно, оказывается, тратить штуки. А это требует только денег. Вот так вот. Вот так вот. Кольцо со звездой. Ну, оно у нас... Так, действие здоровья для нас было. Что-то у нас было. Наши крафтить-то нечего, блядь. 32 брони, 2 мощи, 1 скорость. Но вот это, на самом деле, охуенная броня. Если брать ее на того. Так, давайте смотреть персонажа, ребят. Убираем его и берем, например, сначала инквизитора. Смотрим, что наш инквизитор может такого. Камней у нас дохуя, так что... Итак, 21 урона у него. Ярости не требует. Потом, дальше скиллы идут сразу. Погибель демонов. Наносит 27 урона физического по цели, а также наносит критический урон если так он представитель расы низшие демоны или высшие демоны. А это то же самое, только к одержимым. Ну, такое. Это что? Увеличивает на 11 мощность, персонаж полностью здоров. Увеличивает на 6... Ой, бля, мне уже не нравится персонаж. Ну, давайте мы исследуем, насколько мне дохуя. Чтобы просто посмотреть, что здесь. Наносит 15 урона физического по цели, включая дополнительный множитель урон за каждого мертвого члена группы. Бля, так же накладывает... Так, на 11 темного урона по цели, так же накладывает на нее проклятие слепоты. Ну, бля, ну, поняли, да? А белку у него принимает весь урон любых ловушек на себя. Бля, ну, бля, ну, че ты, ну, вообще... Не, мне вообще не нравится. Вообще, фу, бля, бля. Мастер мечей, давай, надежда на тебя, шлюшка. Давай. Давай, давай, посмотри. Во-первых, что она умеет? У нее в небольшом радиусе раскрывает всех задаившихся врагов. Ммм, интересно, блядь. Так, а знаете, что мы еще не смотрели кого? Сейчас, секунду. Хочу посмотреть обилку этого чувака. Временно увеличивает защиту союзников на несколько ходов. Кстати говоря, полезная обилка, на самом деле. Ну, перед боссом, опять же, юзать, да? Так, давай, мастер мечей. Глядем на тебя. Так, у нее 27 урона. Потом быстрый меч. Наносит мечом сначала 15 физического урона, затем еще раз 17 физического урона по той же цели. И быстрый рапира. Делает 3 быстрых ударов рапира, каждый из которых носит 11. То есть скейлятся на 55 и 60% мощи, а здесь на 40%. Здесь я получаю 33 урона, а здесь у нас получается 20, 30, 32 урона. И скейл лучше. Угу. Так, здесь что? А 17% крит увеличивает, просто пассивка. Или добавляет возможность дополнительно использовать удар мечом с вероятностью 33%. Быстрый меч с вероятностью 33% и быстрый рапира. Ебать. Ебать! Это вот это вот охуенно, да? Блядь, так-то вообще-то вот это кайф. Так, здесь еще одна у нее. Каждая атака получает обязательность кража здоровья. Блядь, давайте ее качнем, а? Блядь, она мне... А вот она мне нравится. Так, у нее здесь ожерелье. Во-первых, у нас здесь хорошее ожерелье для нее. И меч у нее здесь. Так, меч мы... Так, мы сейчас снимем... Вот с этого обоса, США. Паладина для которого. Так, мы снимем уже все вообще. Берем мастера мечей. Ставим ей вот так еще. Хорош! 40 брони! И она должна ебошить. Так, у них ожерелье у этих книги. Давайте посмотрим, что мы можем скрафтить. Ожерелье книги. Итак, здесь мы можем с вами... Так, а здесь нам нужно, чтобы скрафтить хороший камень, нам нужно... Угу. Вот средний камень нужно, видите? Вот этих вот, да? Ладно. Так, что там у нас еще? Ага, пушка. Давайте посмотрим вот самую крутую, которую мы можем. Булава Инквизитора самая крутая. А, вот еще посох можно скрафтить. 9 им урона, 7 защиты, 3 крита. Давайте взглянем вообще у нас как. Нет, нас лучше, блин, посох намного. Так, а ожерелье, которое мы можем скрафтить? 12 здоровья, 12 брони, скорость. Нет, вообще хуже. Так, а книга? Может быть, книгу хотя бы сможем сделать какую-то? Где она вообще здесь? Здесь нет книг. В оружии, да? Не, ее вообще нельзя крафтить. Это очень странно. То есть, нигде ее нельзя сделать, видите? Ну, ничего подобного. А стойте, может быть, мы можем... Не, строго книги. Причем книги не скрафтить. Окей. Короче, будем... А, стоп, вот еще. Стоп, 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 стоп. Мы можем прокачать ее за счет камней. Во! Вот это другое дело. Сразу третий уровень. Вот это норм. Вот это хорош. Блядь, она должна ебождь, как ебанутая, мне кажется. Я так и думал, что она супер ДД. Я, блядь, так и думал, ребята. Ну что, надеюсь, вам хочется побыстрее ее потестить. Мне, честно говоря, тоже. Увидимся в следующем выпуске. Убьем уже в следующем выпуске мы Зависть. Третий Синлорд. Зависть жаждет обладать лучшим из того, что есть у других. Если не получает желаемого, выходит из себя и отбирает это силы. А выходит из себя она, он почти всегда. Так что, так что да. Разъебем Зависть и будет все ништяк. Все, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео, ребята. Также приходите на наш канал на Твиче. Там проходят прямые трансляции. Угораем, смотрим аниме. У нас будут аниме-дни, марафоны по фильмам вселенным разным. И просто видосики болтаем. В общем, лампово. Лампово. Все ссылки в описании под видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...